Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой блог. Хорошего начала дня. Мы тут пока машину немножко греем. У нас похолодание, холодный ветер, хотя очень солнечный сегодня. Мы тут с ребятишками. Всем привет, да? Привет. Собрались в сторону школы. Там же зайдем в магазин Яролаш, констовары. Нужно докупить. Илюха еще у нас оказался не полностью собран, да? А вот, ну, в общем-то, дневник, пенал, что-то там еще там по мелочи. Настюхе надо, что там, для художки, да, всякую всечину. Ну, в общем, вот такие планы. А, еще заедем в школу. Насте надо там уже учебники, да, написали, получить. Ну, в общем, вот такие вот у нас уже рабочие, рабочие будни перед школой. Ну, все, в общем-то, мы так подутеплились, так скажем. Я опять в куртке. Сегодня у меня с собой вот такая вот сумочка, канц. Дети тоже в ветровках. Ну, в общем, как-то так. Что не день, то новая погода. Ну, хотя уже вроде как написано, что будет уже похолодание. И вот как-то холодно, дождь, ну, не знаю. Не знаю, как это все на самом деле будет. Но готовы ко всему, как говорится. Скоро уже встреча в школе прям на днях, да. Пока еще точной информации, когда у Льи будет, нету. Ну, а у Настей вроде как уже есть в 11.30, да? В пятницу. В пятницу в 11.30 будет встреча в школе. Ну, в общем, последнее приготовление к школе, к началу учебного года. Так что зайдем в школу. Я там еще хотела с заучим встретиться. Если она там будет по поводу там, какого вопросика хотелось мне порешать. А вопрос такой, Настя, в профиль попала математика-информатика. А в классе еще есть математика-общество-знание. Ну, я с педагогом по обществу-знанию встречала ее, переговорила. Она говорит, да можно, наверное, перейти заучим и поговорить. Ну, не знаю, почему-то мы вроде как хотим на математику-общество-знание перейти. Ну, как получится. Дадут добро, не дадут добро. В общем, не знаю, скрестим пальчики. Потому что посмотрели, в ВАУ очень многие вузы. Нужно общество-знание, математику. Поэтому, ну, в общем-то, пока с профессией точно не определились. Но надо заранее, надо заранее все это предусмотреть. Чтобы уже ближе к делу все было прям... А вдруг у нее там через месяц, через два, через три желание появится. А предмет не тот изучаем углубленно. Ну, в общем, не знаю. Посмотрим, что нам скажут. Добро, не добро. Но, в общем, надо... Сегодня, если не встречу, то, в общем, надо будет ее как-то уже ловить в школе в другие джедомы. Побывали в магазине, побывали в школе. Настя уже получила свои учебники на 10 класс. Ой, такие прикольные. Ну, классные, я не знаю. Вот Илюша как раз тоже помог своей учительнице, они там, классом. Учебники получали и носили их в класс. Понимаете, какие новости? Илюха будет изучать второй язык, и это немецкий. Та-да-дам. Я в шоке. Я в шоке, если честно. Ну, в общем, переговорила я с директором. Ну, пока, в общем, все под большим вопросом. Все под большим вопросом. Технически это невозможно, но если там механически, то может быть. Ну, в общем, как-то так. Не знаю, как там будет составлено расписание. Будут ли эти профильные предметы, если совпадать, то можно будет вместо информатики ходить на общество. Ну, в общем, не знаю технически, как это вообще. Ну, числа 3 сентября, когда там уже конкретно будет вот эта шахматка расписания, тогда может быть, ну, как бы так. В общем, рада была всех видеть педагогов. Так все, школа такая классная, так отремонтировали, там в классах такой порядок. Ну, в общем, вообще так пахнет этим ремонтом, да, Настя, так вообще супер. Настя, расскажи, что ты рассказала про школу? А что я рассказала? Настя такая говорит, пришла в школу, видела свои стены, такая, что ты сказала? Ой, как хорошо, что мы в колледж не пошли. Такое все родненькое, такая школа любименькая, родименькая, да. Такое все классненькое, все такое чисто, да, ремонтом пахнет, куда-то сюда. Там на входе посадят такие штуки, и походу будут пропуска выдавать. Турникет у нас, кстати, на входе поставили турникет, и, наверное, будут пропуска, да. Там вот эта стрелочка горит, крестик, стрелочка. Настя смеется, говорит, снесут это нафиг все. Ну, не знаю, да. Может быть, пропуска будут, может быть, какие-то будут, типа, ключика, может быть, еще там что-то. У нас, конечно, там и вахта, и все, и камеры, и все-все-все. Прифоль не видела? Тоже, ну, камеры, похоже, поставили. Нет. Не видела? Ну, табличку не курить точно повесили, я видела. И еще что-то. Ну, вообще, не знаю, такая родненькая школа, уже за столько лет дети учатся. Я сама в этой школе не училась, я только как-то один раз принимала там, вот у нас в школе есть бассейн, и я один раз принимала участие, были соревнования в этой школе. А так я не училась в этой школе, я училась в школе, которая, где есть, у нас тут недалеко, 10-11 заканчивала. Ну, это уже за столько лет такая родная, такая классная, всех педагогов, кого повстречали, все такие счастливые, довольные, готовые к новому учебному году. Ой, вообще, ну все, давайте будем смотреть, у нас тут есть, что вам покатать интересного. Поэтому кое-что вам сейчас покажу. Так, это полуостатки, а обложки на учебнике надо же, да? Нет. Как нет? Учебники такие новенькие. Я не буду их носить. Как не будешь носить? Ну, во-первых, неделю подошел, а потом... Вы услышите, да? Она учебники носить не будет. Та-да-да-дам! Трэш какой-то! Я не знаю, как они учатся, но... Ладно. Учебники купили новый пенал. И это пенал называется пенал Шанька. Ой, такой вообще на ощупь. Вот здесь какой-то такой... А вот сама Шанька немножко выпуклая. Такая прям красивенькая пенал Шанька называется. Внутри, ну, как обычно. И нам еще понравилось скользить, что здесь есть кармашек такой. Можно туда и линеечку маленькую транспортировать. Вот это вот все положили. Подсказки, не знаю, шпаргалки, подписать расписание уроков. Ну, в общем-то, вот такой вот пенал. 142 рубля купили. Дневник, 5-й, 11-й класс. Ой, как он долго выбирал себе дневник. Я не знаю, как будто автомобиль в автосалоне мы покупали. Не дневник, а машину мы брали, это точно. А здесь нету ни карты, ни каких подсказок, да? А здесь вот что-то в конце только. Ну, в конце-то... Я этим никогда не поздно купила. Не пользовалась, но есть. Потом, не знаю, 21 рубль, что ли, стоит. Вот такой вот очередной пенальчик взяли. Для того, чтобы, Илюха, вот эти карандаши, мастер-класс, наоборот. Ух ты, я даже не видела, боже мой. 103 рубля. Чтобы, знаете, вот это же все рвется, а вот карандаши переложить в такой будет очень классно. Дальше тут какие-то карандаши. На этот раз, Настя, из Кухинора взяла только 6В, потому что остальные карандаши 2H, HHB, HB, B и 2B взяли вот такие вот берлинга. Ну, откроем. Давай, отпусти. Так, ну это ей тоже для чего-то маркер. Для художки? Перманентный маркер. Карандаши. Малярный скотч. Это для чего? Для художки? Да. Ага. Такие вот стиралки. Вот это самые лучшие. По мнению художников, Илюха одну взяла, Настя, ты тебе дверь. Ну-ка расскажи нам про стиралки, про свети. Хорошо стирают, мягкие, да? Что там, как вообще работают? Некоторые стиралки красят бумагу или размазывают просто карандаши, а эти стирают. А еще бывают, стиралки, они засыхают и становятся твердые. А эти всегда мягкие. Эти мягкие. В общем, это самые лучшие стиралки, по мнению специалиста перёжника. Так. О, какие карандаши. С пометками. Крастяовые. Прямо такие. Это они не цветные, это просто они вот эти симпатичные. По цвету запоминать, какая твёрдость карандаша. Ну, отличный. Это текстовый делитель Настя взяла, но это мы посмотрели. Это у нас, ну, бумага для работы с акварелью. Так, да-да-дам. Основу безопасности жизнедеятельности 10 класса. Самая недвижимость. Мягкая упаковка, да? История с древних времён до конца 19 века. Базовый уровень. Ничего себе. Геометрия 10 и 11. Ты чё, в один учебник на два года? У нас раньше было седьмого по девятому учебник. Там на три года, по-моему. Физика 10 класс. Ого-го. Химия 10 класс. Ого-го. Литература. Русский. Это просто литература. Ты чё, всё в одном? Нет, это просто литература. Да? Я уж думаю, что там всё изучили, нечего изучать. Так, общество знания, ну, вот это базовое, да, получается. Общество знания, да? А там другой учебник общественного знания? А может, ты его ещё дополнительно возьмёшь? Да. Информатика. Вот такая вот. Углубленный уровень. Ты учись углубленно. Биология. Общая биология. О, интересно. Вот это интересно. Полистать. Мне даже самой. Так, география 10 и 11. Чё-то постоянно, да, такие картинки? Она такая тонкая. Да вообще, география. За два года. За два года такая тонкая. Всё изучили, что ли, уже? Вот та логибра и начало математического анализа. Но это какая, усложнённая? Видим. Или что это? Она сказали всё вместе. В общем, вот она русский язык. Такой тоненький, пушечки мои. Два года. На два года ещё? Что там изучать? О, на два года. Это базовый уровень. И сейчас видите, как учебники. Где-то базовый уровень. Где-то вот уже непонятно что. И английский язык вот такой вот. Красота. Всё новенькое, чистенькое. А, так на виду красивый. Хорошенькое. В общем, да, увесисто-увесисто учебников. В общем, Илюшка следующий, кто будет получать. Так, ну у нас тут такая красота. Я вам уже показала. То, что пригорюнилось. А вот такая красота у нас тут. К нам ещё приехала, не поверите. Вчера ещё Настя привезла ещё один цветок. Вообще тоже такой в убогеньком состоянии. Непонятно что-то как. Сама земля, не поверите, стоит с цветком в целлофановом мешке. И вставлено это всё в какой-то дурацкий горшок. Ну, в общем. Настя говорит, у меня тут столько горшков стало, да? Купается. Да много. Всё началось с него. Ну, слушай, ну если этот пересаживать, то он типа каланхой или что это такое. То придётся ещё один горшок покупать. И сдвинуться все цветочки. Я не знаю. Они у нас множатся неожиданным образом. Ну, они не знают. Настя говорит, если что, если они тут сильно вымахают, я их поставлю на пол. На пол вот сюда. Говорит, я их поставлю вот сюда на пол. И они говорят, у меня будет здесь на полу красиво стоять. Я говорю, ну, отлично. Пакеты. Как учебники принесли. Максим спит, поэтому, чтобы не шуршать. В общем, пакеты валяются, пока не убраны. Ну, ладно, всё. Надо ребятишек быстренько мне накормить. И Илюшка пойдёт заниматься математикой с геометрией. Ну, в общем, как он сопротивлялся с этим. Потом говорит, нет, красивая Шанька. Мы его когда увидели, сразу решили, что это будет наша Шаня. Да, такая. Я говорю, посмотришь, тебе будет настроение поднимать. Такой пёс, такой вообще. Это Шаня, когда увидела маму. А, да, это Шаня, когда меня увидела, когда сильно скучает. И вот у неё такой вот вид, точно такой. Ой, ну, красивый. Я бы сама хоть в школу пошла с таким вином. А Настя говорит, если Илья не возьмёт, говорит, мам, бери себе. Я говорю, мне-то он зачем? Вообще, уговаривала. Говорит, бери, бери. Тебе, говорит, точно он нужен. Я говорю, мне-то он зачем вообще? Кисточки положь, карандашки для Боб, кисточки, салфетки. Матирующие салфетки всё положу, слышите. И это ей пригодилось бы. Чё это я потерялась-то, отказывалась. Бери. Всё наводим в порядок. Как произведено, всё убрано, пересмотрено. Вот такой теперь порядок везде. Ну, в общем, замечательно. К учебному году готово. Бери, у меня опять столько всего закончилось. И я вот открываю для себя новые флакончики. Первое, что я открываю, крем для век от Mary Kay. Использую я его по утрам. И именно этот крем для век, он с дозатором, он очень хорошо поддерживает и подтягивает верхнее веко. Всё, поговаривают, что его снимают с производства. И, в общем, не знаю, не знаю. Но пока он продаётся, я вот не так давно себе заказала, и у меня как раз-таки закончился. Буду делать заказ, наверное, закажу ещё себе один. Следующее. Вот в такой вот коробке первый раз буду пользоваться. Это у нас из TimeWise Body серии. Крем для рук и декольте с SPF 15. Я буду его использовать, конечно же, для декольте. 85 грамм. Попробую первый раз такой вот. Открываю кремушек. Следующие продукты. Это из серии TimeWise. Возрастная такая серия. И открываю для себя ночной крем. Ну, дизайн, конечно же, потрясающий. Ночной крем. И он именно с ретинолом. Буду пользоваться им, знаете, так, ну, получается, периодически. Периодически. То есть не на каждый прям день и вечер, а периодически, чтобы, ну, как-то для кожи было что-то новенькое. Следующая вот такая вот коробка. Вот я все вам достала, чтобы вы визуально видели, как это выглядит. Открываю вот такую вот сыворотку. Пора минимайс закончилась у меня. Закончилась уже в пустых банках. Сыворотку открываю. Эта сыворотка, она носится самая последняя. Она сужает поры. И, в общем-то, все, что вы нанесли до этого, она там как бы запечатывает. И вот у меня система для губ. Вот это лак. И уже я пользуюсь активно. Я вам много снимала видео с оттенком вот этим черрием, вишней. Это вот блеск. И я вот открываю еще для себя в оттенке вишня. И, в общем-то, все это вот в одну коробочку соберу, чтобы удобно пользоваться. Потому что бальзам у них идентичный. Я решила не открывать пока второй. Буду пользоваться одним. Он не пачкается. И поэтому можно и одним пользоваться. А средства для снятия именно этого лака. У меня стоит в ванной для того, чтобы удалять и снимать эту очень стойкую губную помаду. Действительно, стойкую, которая не оставляет отпечатков. Это лимитированный выпуск. Не знаю, как долго она будет. Пока есть на складе. Поэтому обращайтесь. Вот. Мне очень нравится. Это прям такая на выход. Или когда хочется поярче. А вот эта такая более спокойная. Ну, так красивенько смотрится. В общем, вот столько всего открываю. Коробки сейчас, наверное, все-таки вот выбрасываю. Меньше мусора, чтобы это меньше всего занимало. Мне вот столько вот для себя продуктиков открыла. В этот раз. Хотела больше. Ну, кое-что не открыла. Оставила там тоже из линейки для тела. У меня новинчики. Но решила, открой, порадую себя. Открою их на свой день рождения. Открою. В общем, сделаю себе такой вот подарочек. Так скажем, сама себе. Кто еще, кроме себя, любимые. Открою себе их уже для тела. Ну, а это просто все уже необходимость такая. Поехала в этот магазин Перекресток. Давайте будем смотреть, что купила. Шармель зефир с ароматом ванили. Значит, вот какой вкусный салат сделала. Дальше, дальше, дальше. Любимый хлебца доктор Кернер. Ну, все уже знают, что я кофеманьяк. Купила какое-то новое кофе. Вайт. Корейское кофе. Какое-то кофе, в общем-то, вайт. Растворимый. А, ароматный и бодрящий. В общем-то, вот такой кофе. Еще не покупала ни разу. Дальше. Чай. Кертис. Вот такой вот. Тоже какой-то новенький ароматный ягод и красного винограда придают. В общем, аромат. Так. Ну, это у нас каша овсяная с черникой и молоком. Так-так-так, с шоколадкой. Там что-то какая-то туалетная бумага лежит. В общем-то, да, ничего больше интересного. Ну, что, доехала я еще. Замку с мясками и полезностями купила. Курагун. Как раз-таки вот эту кашу я по утрам добавляю. Курагун. И зим. И... Это как постоянным покупателям уже... Да, дети? Такие вот эти семечки в глазури получается. Как постоянным покупателям. Это в подарок. Ну, в общем, буду так вот кофе тестировать. Премиум. Квальти. Класс. Это я вот только с работы приехала. Настолько кушать. Грей. Ты ее не будешь, что ли? А что? Ну, в общем, все. Сейчас это быстро все убираю. Разбираю. Переодеваюсь. И... Наконец-таки кушай. Ура! Всем тоже приятного аппетита, кто кушает собирает. Были возле лакомки. Ну, я именно возле прямой эфир проводила. Максим забегал, купил вот такой вот тортик. Молочные коктейли покупала мы его. Уже выпили. Кого-то пирожок с капустой он съел. Я пирожок с капустой не ела. Тут еще какие-то пирожники были. Ну, в общем, это осталось. Хребовый тезлаковый в пятерки взяли. Лейцо забежали. Взяли и колбаску. Потом Шанькина на колбаску. Колбаска закончилась. Это... А Шаньки, в общем, это... Я сейчас буду делать рагу. У меня уже свинина разморозилась. Тошки. А лук? Еще лук ее просела. Лук не вижу. Настя, лук? Короче, она меня не слышит. Короче, лука нет. Рагу буду делать с кабачком. В общем, надо израсходовать. Так, тут арбуз стоит. Греется с холодильника. Ну что, вот я вам о чем и говорила. Приехал к нам. Вот такой какой-то непонятный цветок. Что это? Какой-то колонхой. Алой, не знаю. Кто это? Кто это? Кто это к нам опять приехал? Мам, посмотри, какой к нам приехал уродец. Я не знаю. Посмотри. Это что? Это вот так вот... Ой, блин, земля еще высыпалась. Вьется из... Так, вот колонхой. Еще сам цветок в мешке, а все это в таком страшном горшке опять-нибудь. Настя принесла. Я опять буду... Реанимация у меня называется. Это что такое вообще? Я не знаю просто. Да? Чекрыжи, если их воткнуть, чтобы пересаживать. Вот это уже старое все. Я не знаю, честно, что с этим делать. Короче, почему-то это вставлено в целлофановый мешок. Представь. А потом вставлено вот в этот вот горшок. Я на что-то дам в мешке, так вставлю. Вообще капец. И вот теперь мне еще счастье прилетело. Вот все эти цветы сама видела, да, на подоконнике у Насти уже сколько счастья. Вот еще одно счастье следующее. Анташа, давай с этим что-нибудь делай. Анташа же не поднимается рука, это взять и выбросить или что-то куда это. Анташа приводит это в порядок. Ну, в общем, как-то так. Я готовлю рагу. Вот у меня там свиньи на лучок. Потом значит вот уже перчик добавила. Добавила, чтобы по-ароматнее было. Я запрещу такую приправу для шашлыка. И еще вот эту вот приправу. Не знаю, шимпионцы с базиликом. Вот еще ее добавляла. Вот опять и скажу, особого аромата какого-то нет. Мне просто надо ее вот уже применить израсходовать. Как-то так. А вот как только на сынула вот эту приправу, прям сразу аромат такой пошел. Так, ну что. Я еще добавлю сюда картошку, кабачок и помидорки. Видите, какая у меня тут красота. Уже, конечно, и картошку добавила, и кабачок, и помидор. И посолила. Сейчас это все перемешаю и закрою крышкой. Немножко убавлю, чтобы это все у меня дальше тушилось. Всем приятного аппетита. Думаю, будет очень круто. Вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко. Целую всем вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok